Сегодня чудесный день. Как вас зовут, Прабуджа? Сегодня он и его дармопатя, супруга, дети пригласили нас к себе, чтобы в их доме звучала Харикадха Киртан. Обычные люди кого приглашают? Своих членов семьи, чтобы они вместе покошили, потанцевали и только очень удачливые души приглашают к себе святых, чтобы в их доме звучал Киртан Харикадха. Такие люди встречаются крайне редко. Наоборот, люди стремятся, чтобы не святые к ним приходили, не такие гости, а кто? Сабутыльники. Святых они к себе не зовут. Но когда Садху приходят к нам в дом, то наш дом освящается. В нем пребывают все святые места, поэтому говорится, там, где Харикадха и Киртан присутствуют все Тиртхи, Ганга, Ямуна, Сарасвадя, Нармада, Синху, Кавари. Все святые места присутствуют в таком доме. А сколько святых мест? На земле шесть арам. Сколько шесть арам? Один арам – это сто кроров. Один крор – это десять миллионов, то есть шесть миллиардов получается. То есть шесть арам, один арам – сто кроров, один крор – десять миллионов, шесть миллиардов святых мест присутствуют там, где Харикадха и Харикертан. И лакшми тоже нужно задействовать служение святым Господу. Почему? Потому что лакшми принадлежит кому? Нарайне. Поэтому, когда лакшми используется для Нарайна, для Господа, то в доме счастья. Ведь можно быть очень богатым, но при этом братья будут враждовать, невестки спорить, или очень много трудностей, болезней, проблем придет в жизнь. И чтобы эти проблемы решить, все деньги семья потратит. Почему? Потому что заработала их и использовала неправильно ранее, не для служения Нарайне. Но если лакшми деньги задействует служение Господу, то все будет благоприятно, а иначе, сколько бы денег ни было, не будет умиротворения, не будет покоя. Шанти, умиротворение, когда можно обрести? Кришна объясняет в Бхагават-гиде, тамэва-ширанам-гачха, сарва-бавэна-барата, тат-пресадат-парам-шанти, стханам-прапсия-си-шашватам. О, Арджуна, говорит Кришна, Джива, когда может обрести шанти умиротворение? Когда достигнет Кришны? Мы ради чего все делаем? Учимся, зарабатываем деньги? С какой цели? Чтобы обрести шанти умиротворения и сук счастья. Но как это действительно можно обрести? Ашок, Абай, Амрита, Адхар, Томара, Чарнадоя. Все это находится только у стопа Господа. Ашок, где нет проблем. Абай, где нет страха. Амрита, нектар бессмертия. Где все это? У стопа Господа. Поэтому Веданта-сутра как начинается? Какой первый шлок? Адхото, Брамма, Джекеса. Это первая сутра Веданта-сутры. Адхото состоит из трех частей. Адха, Атаха и потом уже Брамма, Джекеса. Адха означает, что теперь мы получили человеческое тело и должны использовать ради поиска счастья. Ведь мы ищем страданий? Нет. Мы зовем проблемы? Нет. Коронавирус туда призывал? Да тоже вроде нет. Но эта эпидемия наступила. Мы ищем чего? Счастье и умиротворение. Почему же не обретаем? Ответ следующий. Атаха. Потому что там, где нужно искать, мы не ищем. А совершаем свои поиски в неправильном месте. Пример, чтобы это прояснить. Один человек увидел, как женщина что-то ищет на дороге. Когда он возвращался обратно, через час он увидел, что женщина до сих пор продолжает свои поиски. И спросил, Матаджи, что вы ищете? Уже час целый прошел, а вы до сих пор здесь. Она ответила, я ищу иголочку. Иголочку? Здесь? На дороге? Вы что, здесь ее потеряли? Да нет, я потеряла ее дома. Да почему здесь тогда ищете, если потеряли дома? Где потеряли, там и нужно искать. Поэтому это пояснение ко второму слову. Атаха. Поэтому, то есть, где мы ищем счастье? Первое, то есть, Атха, мы ищем счастье. А второе, Атаха, ищем где? В неправильном месте. В шастре говорится, Кришна боли сэйджива анадиба хирмока. Мы ищем в неправильном месте, поэтому и страдаем. Мы забыли Господа с незапамятных времен и начали искать в неправильном месте счастье в этом бренном мире. Считая, что отношения в этом мироздании принесут нам счастье, но они все бременные, отношения с женой, с детьми и так далее. То есть, мы ищем в неправильном месте. Счастье может даровать только Господь. Однако мы отвернулись от Него, забыли и ищем счастье там, где по определению невозможно обрести подлинную радость. В этом материальном мире. Сам Господь, Творец мира, как характеризуют его? Духалаем. Исполнены проблемы. Из-за денег переживает кто-то. Из-за свекры, из-за свекроги, из-за невестки, из-за здоровья, из-за денег, из-за соседей. У всех те или иные трудности. Сам Творец мироздания говорит, это едоль страданий. Где же тогда обрести страдания? Третье слово Брама Джигаса. Разбираем из первой. Веданта Сутри. Говорится, Начандраси Сухамнасти, Насука Чакравартина. Гакарна говорит в истории, прославляющей Бхагаватам. Кто-то думает, что Индра самый счастливый. Однако нет. Индра на самом деле самый несчастливый. Когда кто-то начинает совершать бажен, его трон просто трясется, потому что он переживает, что потеряет свое положение. А с менюшкой он тоже становился. Кто-то думает, если я стану Чакраварти, то есть правителем всего мироздания буду счастливым. Нет. Если можете спросить, как вы, он что скажет? Доволен ли он? Он, скорее всего, переживает из-за результатов следующих выборов. Поэтому Насука Чакравартина, даже правитель мироздания всего, не счастье. Однако счастье все-таки есть в Сухам Асте. И где же оно? Мнехай Канта Дживана. Тот, кто совершает бажен, принимает прибежище у Господа. Вот такой человек может быть счастливым. Например, Прохада Махарадж, маленький мальчик. Однако, даже его отец, Хирани Качапо, который правил всеми тремя обителями, ничего не мог с ним сделать. Хотя он кидал его в огонь, сбрасывал со скалы. Ничего не произошло с Прохадой Махараджи, потому что если Господь защищает кого-то, никто этой личности не причинит вреда. Поэтому Атха Атаха Брама Джагеса где нужно искать счастье? Устов Господа. И как же это сделать? Как практически обрести счастье? В Кали-Йогу Господь предстает в облике Святого Имени. В Кали-Йоге Кевала, Нам Ангара, Сумера, Сумеры, Нара, Утара, Хипара. Шлок, где говорится, что в Кали-Йогу только с помощью Святого Имени можно пересечь океан материального существования. И поскольку Господь в Кали-Йогу предстает, в Кали-Йогу Святого Имени, мы обращаемся именно к Нему. Хари Сабара, Хари Канам. Имя Господа даже могущественнее, чем Сам Господь. И кроме того, нет никакой разницы между Господом и Его именем. Поэтому, если мы принимаем прибежище у имени Господа, то, конечно, Сумеры, Сумеры, Нара, Утара, Хипара, пересечем в Кали-Йогу океан бренного существования. Если мы изучили Виэда, Пурану, Панишады, это значит, что мы испытываем ручья, вкус к Святому Имени. То есть, если у нас есть вкус к Святому Имени, это значит, что мы постигли суть всех Писаний. Но если нет у нас вкуса к Святому Имени, это значит, что все наши знания бесполезны. Грудеф приводил прекрасную, прервается запись, приводил прекрасную историю, прославляя Святое Имя. Однажды полубоги, демоны, люди начали спорить, кто из них имеет право на Ромаину. Спорили, спорили, никак не могли ни к чему прийти. И решили там, в итоге, прийти к тому, кто проявил изначально Ромаину. Кто проявил Ромаину изначально боли Баба? Сам Госвами Туласи даст говорить, что Ромаина вначале проявилась в сердце Туласи. Шамат-Багаватам тоже Шанкара победал Пармати в Амарнатхе. И поскольку именно в сердце живо сначала проявилась Ромаина, полубоги, демоны и люди решили пойти именно к нему. И каждый начал говорить, мы претендуем на Ромаину, нет, науна должна расстаться. Тогда Шанкара сказал, нет никакого толку в споре. Я разделю между вами Ромаину. В Ромаине один лак, то есть сто тысяч шлок. И Шиво начал делить, разделил соответственно сначала по тридцать тысяч. Сколько получилось? Тридцать на три, девяносто. Сто минус девяносто осталось сколько? Десять тысяч. Затем эти десять тысяч он разделил опять на три части. Три тысячи, три тысячи, три тысячи. Сколько осталось? Одна тысяча. Затем одну тысяча шлок оставшихся. Он разделил опять на 3 части по 300 каждые. Сколько осталось? Сто шлок. Сто шлок он разделил на 3 части по 30. Осталось десять. Десять шлок он разделил на 3 части по 3 шлоки. Сколько осталось? Одна шлока. В одной шлоке четыре линии, четыре строки. Первый шлок, первая строка. Самоведа и Вторая строчка. Мамаг Капанда Ватчаева, третья строчка, Ким Акурва Тасанджая, четвертая строка. И вот так четыре шлоки, по аналогии с первой шлокой Бакватгиты из Рамайна, Чанкара разделил, то есть из четырех строк три он отдал. Сколько осталось одна строка? В одной строке было восемь слогов. Шиваджи отдал каждый из трех групп по восемь слогов. Сколько получилось? Трижды два он отдал по шесть слогов. Восемь минус шесть, осталось два слога. И эти два слога Шиваджи оставил себе в награду за свой тяжелый слог, за свой тяжелый труд. Что это за слоги? В разных вариантах, либо Рама, либо Кришна. То есть два слога. И эти два слога Шиваджи хранит в своей шее и повторяет, и постоянно воспевает. Поэтому Гасоми Туласи даст, говорит. Маха мантра, джейджапатама хеши. Каши макхати хето упадеши. Люди, у них объясняют эту слогу, вторую строчку. Люди стремят оставить тело в каше. Почему? Почему на там они хотят оставить тело? Потому что Шанкар дарует ему освобождение. Как? В их ухо он произносит имя Кришны, либо Рамы. Именно поэтому люди, которые вставляют тело в каше, получают освобождение. А Джамила в последнее мгновение, что произнес тоже имя Господа? Гасоми Туласи даст, говорит про Шива. Панча, Мокха, Рам, Нама, Гама, Трипурари. Пятью устами, Панча, Мокха. Что он всегда делает? Чего повторяет имя Господа? Матта Парвати однажды спросила Шанкара, че имя повторяет мне? И он ответил. Рама, Рамэти, Рамэти. Рама, Рамэти. Манорамэ. Боли Баба сам сказал о Парвати. Если ты повторишь один им, один раз тысячу имен Вишну, то же самое благо ты получишь, если один раз повторишь имя Рамы. То есть одна тысяча имен Вишны равняется одному имени Рамы. Почему Баба не, почему Парвати настолько дорога Шиве? Почему он любит ее? Господи объясняет это. Когда Панча услышала о славе имени Господа, она начала повторять его. Поэтому в одной из ее восьми рук находятся четкие. Она настолько дорога Господу Шиве, поскольку совершает баджин, духовную практику. Мы кого обычно любим? Кто готов с нами пойти в кино? Либо в парк, либо разделить наши интересы. Или если наша жена вкусно готовит. Но нет, это не према, это не любовь. Это просто корысть, личные интересы. В этом мире бренном вообще нет любви. Почему разводы происходят? Ведь все так начинается хорошо вроде как с любви, потому что нет подлинной любви в этом мире. О ком нужно заботиться, кого любить? Ту девушку, ту жену, которая совершает духовную практику. Поэтому Тулуси Дас говорит, «Дженгоприяна, рамы выдыхе». Если кому-то недорогие рамы и сито, то есть если кто-то против духовной практики, то Таджия Коди. Такие люди приравниваются к миллионам врагов, и их нужно оставить. То Тулуси Дас написал эти строки Мира Бай. Она обратилась к нему с опросом. «Как мне поступить? Все члены моей семьи против моей духовной практики. Они чинят мне препятствия». И тогда Гасаме Тулуси Дас ей ответил, что ей делать. Он написал эту штуку, «Дженгоприяна, рамы выдыхе». Если родственники против духовной практики, оставь их как миллионы врагов. Шанкар, как Ханаман, что делать? Раку Патирагва, Раджарам. Всегда поет имя Господа. Ганеш поклоняется Господу, повторяет его имя. Именно благодаря силе имен Господа Ганеш может устранить препятствия людей, которые к нему обращаются за помощью. Полубоги, полубогини, к которым кто-то обращается за помощью, где черпают свою силу? Святого имени. И если бы они не совершали духовную практику, кто бы вообще обращался за помощью к полубогам? Например, кто-то помнит имена наших прадедов, прадцов, прабабушек? Нет. Почему? Потому что они не совершали духовную практику должным образом. Но прохлада, хануман, их имена бессмертные до сих пор их помнят. Почему? Потому что они поклонялись Рами либо Кришне. Поэтому если мы хотим возвыситься, то нужно совершать баджан, поклоняться Господу. Ничто не возвысит вас так, как духовная практика. Поэтому чем занимаетесь? По примеру, Шанкару, который в горле хранит Святое Имя Господа, повторяет его. Так же успевайте имена Господа. С утра садитесь, сотни своих дел задвигаете и повторяете Святое Имя. Нет ничего важнее с утра, чем повторить Святое Имя. Ведь Рамнам Сатьяхе, Гупалнам Сатьяхе, только имена Господа истина. Ничто другое не пойдет с вами. Даже иковочку вы с собой не возьмете. Все остальное, по сути, иллюзорно. Сабджутахе, все ложь, все обман, то есть не является истинным, подним благом. Не отправиться с вами дальше. Мира, что говорит Пая, Джиммин Ре, Рама Ратна Дана Пая, подлинное богатство, это только имена Господа. Поэтому не уделяйте столько внимания, столько времени тому, что не является на самом деле важным. Этот мир как драмошалы. Здесь просто все некоторое время строят какие-то отношения. Нам кажется, это мой муж, жена, дети. Да и не родственники, это ваши на самом деле, это просто временные отношения, как драмошали. И ваше подлинное занятие в этом мире, это что? Совершать духовную практику, святое имя повторять. А вы чем занимаетесь? То, что важно, сдвигаете, и весь день уделяете внимание тому, что не пойдет с вами дальше, в следующую жизнь. Не нужно так поступать. С утра садитесь рядом с Токорочей, уделяйте время духовной практике, повторяйте имя Господа. Мангала Бавана, амангала Хари. Имя Господа привлечет в вашу жизнь всем все благоприятное и устранит все неблагоприятное. Именно Господь, тот, кто дарует мангала благоприятное, кроме него, кто еще наладит вашу жизнь? И потом уже, совершив духовное, совершив сутра баджан, занимайтесь своими делами. При этом воспринимайте как, что ваш дом, здесь, в вашем доме, потому что в том доме, где есть Киртин Харикатха, там и есть Риндаван. Подметаете вы дома для кого? Для Радарани, это Юни Кунжа Кутир. Готовите для кого? Для Такураджи. Детям почему уделяете внимание, проявляете любовь к ним? Потому что это дети Господа. Деньги ради чего зарабатываете? Ради служения Господу. Хорошо? Ничего, ни от чего не нужно отказываться. Просто нужно изменить отношения, добавить, привнести Господа в свою жизнь. Хорошо, детишки? Пока они не повторят на Мале, ну, игра слов, Мала Кхана, пока они не повторят на Мале, на четках, чтобы Кхана, еду им не давали. Поэтому, совершайте Баджин все, и дети, и родители. И тогда сможете жить счастливо, дружно. Джай. Блаженство сегодняшнего дня, Аджики Анандыки, Джай. И хлопаем в ладоши, керит напоем. А все помогают.